О наступлении весны на улицах Петербурга горожанам напомнило солнце и долгожданная оттепель. А в подземке певец Денис Клявер. Цветы и стихи артист подарил посетителям станции метро Автова. Тюльпанов хватило не всем, но петербуржцев это не расстроило. Фотография со звездой досталась каждому. Некоторые представительницы прекрасного пола даже спустились в подземку специально, чтобы увидеть певца. Мы узнали об этом событии в интернете и вот решили уйти с работы ненадолго и посмотреть. Чтобы подарить весеннее настроение не только фанатам, но и всем гостям станции Автова, певцу пришлось воспользоваться громкой связью. У прохожих хмурых посветлели лица, огонек зажегся радостных глазах. Ведь весной хорошее что-нибудь случится и не верить в это никак нельзя. Денис Клявер признается, встретить его в подземке можно и просто так. На метро он ездит довольно часто. Правда, в первый день весны под землю артист спустился исключительно ради творчества. Снимал новый клип. Необыкновенный сюжет. Там есть такая некая мистика присутствует. И нам показалось, что в метро, в метрополитене это будет просто потрясающе интересно. Потом очень красивые новые вагоны, которые оказались в Санкт-Петербургском метрополитене, именно в этом поезде, именно в этом составе мы снимались. И он как раз пошел потом дальше на линию. Для проведения акции станцию метро Автова выбрали не случайно. Она считается одной из самых красивых в петербургской подземке. Да и эти колонны, отдаленно напоминающие вазы, прекрасно сочетаются с весенними цветами. Встречать весну со звездами метрополитен решил пять лет назад. Необычные подарки горожанам дарили разные петербургские артисты и певцы. Несколько лет подряд с нами сотрудничал Борис Молкин. От театра до дома сопровождал пассажиров в метрополитене, дарил цветы. Также Михаил Боярский принимал участие, миммигранты. Кстати, на красной ветке весну встречали впервые. Дебют у Автова удачный, людей пришло больше, чем обычно. Раньше акция проходила на станции метро Адмиралтейская. Адмиралтейская.